Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Саулеева и Галиева, сурдоперевод Жангуль Женусовой. И смотрите в этом выпуске. О ходе реализации программ Бахта-Отбасы и 7-20-25 из первых уст. В семье представители компетентных органов рассказали о возможностях граждан в жилищном вопросе. Наказывать нарушителей, чтобы приучить к порядку. Акимгорода Ермак Салимов обозначил перед участковыми инспекторами полиции их роль в недопущении захламления города. В учебных заведениях завершаются ремонтные работы. Пока готовность школ семьи к учебному году составляет 70%. А теперь обо всем по порядку. Лидер нации Нурсултан Азербайев встретился с Акимом Акмолинской области. В ходе встречи Ермек Маржикпаев рассказал Ельбасе о текущем развитии региона и о ходе реализации социальных инициатив в области. Первый президент Казахстана акцентировал внимание на вопросах обеспечения экологической безопасности и защиты природных ресурсов национального парка. Кроме того, Нурсултан Азербайев остановился на вопросах трудоустройства и обеспечения занятости молодежи региона. Во время беседы особое внимание было уделено развитию социальной и спортивной инфраструктуры, а также предпринимаемым мерам по повышению доходов населения и оказанию помощи малобеспечным гражданам. В завершении встречи первый президент Казахстана также отметил важность разработки и внедрения проектов в регионе, направленных на развитие сельскохозяйственного производства. Президент Казахстана Касым Жумар Тукаев принял известного археолога Зейнула Самашева. В ходе встречи главе государства была представлена информация о некоторых проблемных вопросах казахстанской науки, научных открытиях последних лет, проводимых археологических исследованиях, а также о работе по подготовке кадров. Зейнула Самашев рассказал Касым Жумар Тукаеву о раскопках стоянок в Восточной Казахстанской области, относящихся к раннему сахскому периоду, о результатах археологических исследований Берельского кургана и о сотрудничестве с зарубежными учеными. Глава государства отметила необходимость включения открытых в последние годы отечественными археологами новых источников в летопись истории древнего и средневекового Казахстана. Также глава государства принял министра энергетики каната Базумбаева. Касым Жумар Тукаев был проинформирован об итогах работы министерства за прошедшие 7 месяцев президенту Казахстана. Было доложено о текущей стабильной ситуации на рынке топлива, о развитии нефтегазового сектора, состоянии нефтеперерабатывающих заводов и о позитивной динамике и привлечении инвестиций в энергетику. Глава государства дал положительную оценку развитию энергетической отрасли и поручил наращивать усилия в этом направлении. В Восточно-Казахстанской области просубсидированы 115 бизнес-проектов многодетных семей. Акимобласти Даниил Ахметов проинспектировал ход работ по выдаче микрокредитов для многодетных семей. Напомним, помощь осуществляется в рамках второго направления программы развития продуктивной занятости массового предпринимательства «Янбек». За выполнением пунктов плана закреплены госорганы, палаты предпринимателей и финансовые организации. Для того, чтобы получить гранты и микрокредиты на развитие своего бизнеса, необходимо пройти обучение основам предпринимательства в центрах занятости. В этом году в рамках проекта «Бастау-бизнес» с палатой предпринимателей обучено 1400 человек, из них 125 – это члены многодетных семей. Кроме того, в рамках нового проекта «Жаскаспкер» планируется обучить 1300 восточных казахстанцев из малообеспеченных и многодетных семей, а также трудоспособных малообеспеченных жителей с особыми потребностями. В рамках данного проекта обучение начали уже 724 человека, в том числе 268 – это члены многодетных семей. Во втором плавотоке обучаться будут 576 жителей области. Стоит отметить, что 115 многодетных семей уже получили одобрение своих проектов. Аким города Ермак Салимов обозначил перед участковыми инспекторами полиции их роль в недопущении захламления города. Градоначальник провел совещание с участием сотрудников правоохранительных органов по вопросу соблюдения гражданами правил по благоустройству и санитарному состоянию города. Как отметил Аким, на сегодняшний день наведение чистоты и порядка в семье остается актуальной проблемой, к решению которой должны подключиться все жители. При этом к тем, кто нарушает санитарные требования, должны применяться нормы административного кодекса. Подробности в следующем видеоматериале. Выявить, предупредить и наказать именно в таком алгоритме, по мнению Акима, нужно работать участковым инспектором в целях обеспечения должного санитарного состояния города. Сегодня горы мусора возле площадок для сбора твердобытовых отходов и места несанкционированных свалок уже никого не удивляют. Население критикует как услугодателей, так и представителей органов правопорядка за неудовлетворительную работу. Как подчеркнул Ермак Салимов, участковые инспекторы должны в тесном взаимодействии с кооперативами собственников квартир выявлять тех, кто нарушает чистоту и порядок, выкидывая мусор в неположенных местах. Но, к сожалению, результативность работы сотрудников полиции оставляет желать лучшего. Недовольно работал руководство ОБТ. Когда правил лично, его первым завестительным, начальник ОМБС, недоволен. Не я недоволен, а люди недоволен. Потом, кто из критиков. Во время наших этих районов, они не владеют ситуацией. В плане, кто будет укрепить, кто будет укрепить, кто будет укрепить, кто будет укрепить. Это самое главное в нашей работе сегодня. Если существует инспектор, я ориентирую на результаты, на которые, где прописывали мусор в том, в течение недели, противоречивания, протоколы в стройке, потом, должен закрепить на это предупреждение. Почему так нет? Еще одним фактором, влияющим на чистоту и порядок, является заключение договоров на вывоз мусора коммерческими объектами, расположенными на первых этажах многоэтажных домов. В этом вопросе участковые инспекторы также должны активизировать свою работу. В ходе совещания представители отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции обратили внимание сотрудников полиции на то, что во многих домах проживают квартиранты, и в связи с этим полицейским надо почаще проверять регистрацию граждан по месту проживания. Численность не соответствует проживающих. Вот это здесь помощь нужна, конечно, участковых, потому что проверка паспортного режима это только полномочия входит участковых и проверить это только с вашей помощью возможно. То, что касается объектов бизнеса, находящихся в многоквартирных домах, здесь требуется проверка наличия договоров на вывоз мусора, наличие контейнера, а также договоренность в случае отсутствия контейнера, значит договоренность СТСК о том, что они разрешают на их площадку этот мусор складировать. Как известно, летний период – пора ремонтов. Многие семичане, завершив отделку квартир, попросту выкидывают строительный мусор там, где им вздумается, даже возле собственных подъездов. Борьба с этим негативным явлением также входит в компетенцию участковых, которые, наделенные законными полномочиями, имеют право установить владельца отремонтированной квартиры и применить к нему штрафные санкции. Аким Города отметил, что кроме многоквартирных домов, участковые обязаны контролировать санитарные состояния и наличие договоров на вывоз твердобытовых отходов и у жителей частного сектора. Во время своего доклада начальник местной полицейской службы рассказал о проделанной работе. Общее количество в роде частного сектора составляет 12 480. Количество заключенных договоров на вывоз твердобытовых отходов 8 992. Количество незаключивших договоров на вывоз твердобытовых отходов составляет 2288. Количество розданных участковых секторам полиции уведомлений составляет 3 392. Количество составленных протоколов составляет 2 021. Именно в статье 505 нарушение правил владельца города. В завершение встречи Ермак Салимов призвал участковых полицейских работать системно. В дальнейшем их деятельность в этом направлении будет рассматриваться еженедельно и по итогам работы будут приняты соответствующие меры. Аким еще раз подчеркнул, что окончательный результат должен быть один. Чистота и порядок в городе. Самат Секенов, Ернур Калелов, телеканал «Семей». В «Семей» за неполный месяц реализации новой жилищной программы «Бахтеотбасы» заявки для участия в ней подали 393 многодетные семьи. Напомним, целевой аудиторией данной программы являются многодетные неполные семьи и семьи, воспитывающие детей инвалидов. Более подробно о реализации этой и других жилищных программ было рассказано сегодня на пресс-конференции с участием заместителя Акима города Айдара Садырбаева, представителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции, Жилстройсбербанка и ипотечной организации «Баспана». Программа «7.20.25», утвержденная в июне 2018 года, в нашем регионе особо не была реализована. В Восточном Казахстане на сегодняшний день зарегистрирован 781 ее участник, более 480 из которых уже получили займы. По городу Жесемей 41 квартира по данной программе была выдана гражданам в микрорайоне Карагайлы при поддержке городского Акимата. В этом году в программу «Нурлежер» были внесены изменения, согласно которым жилье, построенное в рамках данной программы, может реализовываться в том числе и через ипотечную программу «7.20.25». Какие отличительные черты данной программы? Первое – это ставка вознаграждения по ипотеке – 7% годовых. Первоначальный взнос был снижен, теперь первоначальный взнос составляет от 20% стоимости жилья. С июня текущего года можно вносить больше первоначального взноса. Если в самом начале, в июне прошлого года программа была утверждена так, что первоначальный взнос составлял строго 20% от стоимости жилья, то теперь уже можно вносить больше первоначального взноса. Соответственно, ежемесячный платеж для тех, у кого есть больше 20%, будет гораздо меньше, чем при 20% первоначальном взносе. Еще одно преимущество – отсутствие комиссий за оформление займа, перевод и обналичивание денег, отсутствие требований по страхованию жизни, залогового имущества. Главное условие – на момент подачи заявки у участника не должно быть жилья. С 17 июля текущего года стартовала новая жилищная программа «Бахтеотбасэм». Это социально направленная программа, участниками которой могут стать многодетные и неполные семьи, и семьи, воспитывающие детей инвалидов. Займы для этой категории лиц выдаются по ставке 2% годовых при наличии первоначального взноса в размере 10% от стоимости займа. В случае, если этого первоначального взноса нет, на сегодняшний день имеется правило выдачи жилищных сертификатов. Данные правила утверждены Министерством индустрии от 20 июня 2019 года за номером 417. Также был подготовлен перечень категорий лиц, кто может получить эти жилищные сертификаты. Это учителя, врачи, полицейские, государственные служащие, работники бюджетных организаций, работники культуры и спорта, многодетные семьи, неполные семьи и семьи, воспитывающие детей инвалидов. Жилищный сертификат дает возможность покрыть первоначальный взнос лицам, его не имеющим. В данном случае речь идет только о первичном рынке жилья и о взносе в размере не более 1 миллиона тенге. На сегодняшний день по данной программе в семьи обратились 293 семьи. По СА-29 из них сейчас Жилстройсбербанк проводит проверку платежеспособности. Мы работаем по данным направлениям, проверяем платежеспособность. При проверке платежеспособности по доходам, то есть получается на одного члена семьи, не должно превышать 42 500. Получается, если доход превышает, то не подтверждается доход. То есть по данной категории данная семья не проходит. Если при предоставлении займа, займ предоставляется сроком до 19 лет. Первоначальный взнос 10%. Первые 8 лет семья будет погашать 52 700. В дальнейшем 11 лет будет погашать 36 тысяч тенге. Жилье по программе Бахтаутбасы можно выбрать как на первичном, так и на вторичном рынке. По причине неподтверждения платежеспособности, 43 семьям на сегодня было отказано в кредите. Жилстрой Сбербанк пока принял 129 заявок на общую сумму 703 миллиона тенге. Всего же по всей Восточной Казахстанской области для реализации программы выделены 2 миллиарда 335 миллионов тенге на 300 семей. Так что у граждан еще есть шанс стать первыми участниками программы и улучшить свои жилищные условия. Саулева Егалиева, Калятку Жахметов, Телеканал Семей. По результатам республиканского конкурса по присуждению образовательных грантов на 2019-2020 учебный год неосвоенными остаются 3000 грантов. Об этом сообщает Национальный центр тестирования. Как отметили в этом ведомстве, данные свободные образовательные гранты будут перераспределены по группам образовательных программ в соответствии с существующими правилами. Однако абитуриентам не нужно писать какие-либо дополнительные заявления. Гранты будут присуждаться на конкурсной основе выпускникам, набравшим наибольшее количество баллов по итогам ЕНТ. Списки обладателей грантов будут опубликованы комиссиями высших учебных заведений. В семье при поддержке городского филиала партии Норутан состоялась республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». По словам организаторов, главная цель мероприятия – поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также создание необходимых условий для обеспечения их полноценным, обязательным средним образованием. Напомним, что акция «Дорога в школу» проводится в нашей стране с 2008 года. Отметим, что активное участие в данном благотворительном мероприятии принимают городской филиал партии Норутан, депутаты областного и городского маслехатов, первичные партийные организации, предприятия и учреждения семей, отдел образования, а также различные общественные фонды, неправительственные организации и предприниматели. Согласно официальной информации, в прошлом году в рамках акции необходимую поддержку и помощь получили более 4 тысяч детей на общую сумму 11 миллионов тенге. Надо сказать, что традиционная акция успешно реализуется и в этом году. Сегодня в филиале партии Норутан мы вручали деткам, маленьким детям портфели с констоварами, сладости тем, кто собирается пойти в школу. Это детки из многодетных семей, из социально уязвимых слоев населения. И это у нас традиционная акция такая проводится в стенах филиала партии Норутан. В ходе подготовки к новому учебному году существенная поддержка оказывается школьникам из малообеспеченных и многодетных семей. В очередном благотворительном мероприятии приняли участие первый заместитель председателя партии, руководитель отдела образования, секретарь общественного совета, члены общественного объединения, ассоциация деловых женщин, а также индивидуальные предприниматели. В этом году благотворительная акция «Дорога в школу» прошла в необычном формате. Во время мероприятия детям из малообеспеченных и многодетных семей были вручены учебные пособия и сладкие угощения. Организаторы отметили, что по поручению министра образования и науки благотворительная акция будет проводиться в течение всего года. Мы очень рады той помощи, которая оказывается нам в рамках акции «Дорога в школу». Это большая поддержка и радость для многодетных семей. Пусть и небольшая помощь, но нам, многодетным матерям, она очень помогает. Большое спасибо партии «Нур-Тан» и спонсорам мероприятия. Представители партии «Нур-Тан» призывают всех горожан принять активное участие в благотворительной акции. Те, кто неравнодушен и хочет помочь детям из социально уязвимых слоев населения, могут получить списки многодетных семей в городском отделе образования. Сама Цикенов, Ярнур Калелов, телеканал «Семей». Готовность школ семьи к новому учебному году на сегодняшний день составляет 70%. Напомним, в городе создана специальная комиссия по проверке готовности школ. В ее составе представители отдела образования, родительской общественности, профсоюзов, учителей и членов городского филиала партии «Нур-Тан». В этом году для проведения ремонтных работ в объектах образования выделялись 600 с лишним миллионов тенге. Капитальному ремонту подверглись 6 школ. 34-я, где идет обновление кровли, системы канализации и водоснабжения. Школы номер 28 и 38, где ремонтируется фасад зданий. 32-я школа, где ремонтируются туалеты, системы канализации, водопровод. Школа номер 42, где для детей соорудили спортивный актовый зал. А также капитальный ремонт ведется в 43-й школе. Эти работы на сегодняшний день уже завершаются. В этом году готовится проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта еще в ряде учреждений образования. Помимо этого, областной бюджет выделял 79 миллионов тенге для социальной адаптации 10 школ к людям, передвигающимся в колясках. В частности, устанавливаются пандусы, расширяются наружные внутренние двери, устанавливаются специальные лестницы, чтобы дети в колясках могли беспрепятственно посещать верхние этажи. На данный момент эта работа уже завершена. В школах номер 31 и 35 на стадии завершения 17, 4, 38, 11, 49 школа, экономические лицеи. В целом, сейчас школа города готова к учебному году на 70%. 20% еще на стадии готовности, но 10% там есть небольшое отставание, но я думаю, что это отставание не повредит начало учебного года. Допустим, в 32 школу дополнительно были выделены средства на ремонт окон в спортивном зале. Наверное, обращали внимание, когда проезжаете возле 32 школы, там в спортивном зале вот эти стеклопакеты старые. Давно уже их нужно было менять, но как-то все денег не было. А тут вот с экономией мы дали дополнительно деньги. И сейчас они завершают конкурсные процедуры, ремонт будет начать. Но я думаю, что это не помешает началу учебного года, потому что весь сентябрь, практически октябрь, дети физкультурой занимаются на улице. В семье проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира» с целью выявления лиц, причастных к совершению квартирных краж, их задержания и привлечения к уголовной ответственности, сообщает Управление полиции семьи. За первый день ОПМ раскрыто 4 квартирных кражи. Всего же за 7 месяцев текущего года на территории городского управления полиции зарегистрировано 158 фактов квартирных краж, что на 309 преступлений меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раскрыто 47 дел, нераскрытыми остаются 104. Напомним, что наши новости вы можете также посмотреть на сайте семей.тв.кз. На этом выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова